Дорогие друзья, позволю себе небольшое вступление от себя перед тем, как зачитаю перевод этого важного сообщения. Песах является символом освобождения от рабства еврейского народа. И происходит это освобождение в головах. Раб, сбежав от своего хозяина, еще не становится свободным. Только пройдя путь к самому себе, можно избавиться от рабства у себя в голове. У каждого это путь свой и неповторимый. Каждый проделывает его к тем кусочкам самого себя, которых ему не хватает. Выход этого перевода в свет совпал с праздником Песах. И сегодня число дня три, то есть катализатор. Этот перевод открывает к нам путь к выходу из рабства трехмерной игры на свободу сияющего света выбора самого себя. Примите этот дар в праздник Песах и примите многомерного себя с любовью и пониманием. Извечно ваш, Илая. Сообщение Арктурианцев и Галактической Федерации. Гамма-Волновое Световое Тело. От 29 января 2015 года. Мы пришли к вам сегодня напомнить, что мы являемся единым целым. Мы включает в себя всех добровольцев, которые включились в третью, четвертую голографическую игру трехмерной земли. Возможно, у вас есть несколько телевизионных фильмов, в которых греческие боги смотрят на несчастных людишек там внизу под ними. И они имеют над ними власть и силу воздействовать на этих смертных с их маленькими мыслишками. Как вы уже знаете, данный сценарий, да, является правильным. Но неправильно то, что вы являетесь маленькими людишками. Вы на самом деле – это боги, которые просвечивают свой путь через запутанный лабиринт, трансмутирующий земли. Да, Леди Гайя трансмутирует все больше и больше каждый день. Поэтому, пожалуйста, запомните, что трансформация и трансмутация являются совершенно разными терминами. Трансформация означает, что что-то добавляется или удаляется для того, чтобы создать изменения. При этом частота вибраций того, что трансформируется, остается той же самой. С другой стороны, трансмутация не включает в себя удаление или добавление чего-то. Но трансмутация повышает частоту человека, места, ситуации или вещи. Многие из тех, кто залогинились в трехмерную игру, оказались в ловушке. Потому что они хотят добавить, убрать или изменить что-то или кого-то. Такой способ мышления в реальности загоняет их ловушку в игре. Поскольку трехмерное мышление может создавать только трехмерные решения. Ваше возвращение в световое тело начинается с возвращения к мыслям и эмоциям, которые резонируют с пятимерным сейчас вашего Я. Однажды выбрав высвободить мысли, основанные на времени, эмоции о том, что кто-то еще что-то сделал или не сделал для вас, вы обнаружите, что вы являетесь создателем в своей жизни. Например, когда вы сфокусированы на сейчас вашего решения думать, делать, чувствовать и реагировать, вы находитесь внутри сейчас вашего выбора. Когда же вы устали, перетрудились или уже просто не можете следовать вашему выбору восприятия и реакции, просто поймите этот факт, примите его и дайте себе безусловную любовь. Вознесение не означает совершенство. Вознесение – это значит быть любящим и прощающим. Совершенство – это термин из трехмерного мира, который является противоположностью концепции недостатков. Оба из них, совершенства и недостатки, базируются на суждении, а также на противопоставлении противоположностей. Как это – жить в реальности, в которой нет таких противоположностей, как совершенство или несовершенство? Как это – чувствовать себя живущим в мире, в котором нет суждений или таких концепций? В первую очередь, вы можете еще не замечать, что сейчас ваша сущность уже окружает вас, так как, несмотря на то, что ваше сознание может быть значительно расширенным, силу вашей трехмерной привычки сложно сломать. Даже сейчас многие из вас в действительности резонируют за пределами трехмерного матрикса, но понимают этот факт только когда вовлечены в медитации или в какую-то духовную или созидательную деятельность. Почему это происходит именно так? Как это так – находиться внутри высокого состояния сознания и не осознавать это? Попросту вы не настроены на ваше собственное «я». Вы смотрите вокруг вас и смотрите в матрикс. Вы делаете это, поскольку вы забыли, что портал из вашего матрикса находится внутри вас. Внутри вас, ядром которого является световое тело, находящееся внутри силы кундалини в вашем спинном мозге. Поскольку ваша сила кундалини обычно находится в спящем, латентном состоянии внутри вашего спинного мозга, вы не понимаете вашу собственную силу трансмутации. Поэтому вы смотрите вверх, в сторону рая, и вокруг на других людей места или вещи. Вы были натренированы трехмерной игрой верить в то, что вы недостаточно хороши. Вам сказали, что вы поэтому должны улучшать или лечить себя. Мы уже сказали нашей дорогой внешней команде, что мы не должны улучшать или лечить себя. Вы должны помнить, что вы – есть многомерное «я». И так же, как на гигантском дереве листья умирают и опадают, так же, как на розовом кусте не все бутоны расцветают, так и в вашей жизни существуют части, которые так и не достигли своего потенциала. Это неплохо, и вас не должно смущать, что вы не достигли вашего трехмерного потенциала, так как этот потенциал, скорее всего, был дан вам другим человеком или обществом. Именно поэтому такое количество из вас полностью изменили свою жизнь, когда проснулось ваше более высокое сознание. Как только ваше восприятие себя расширилось из земного сосуда, который вы одеваете, в ваше собственное «я», которое находится внутри этого сосуда, все эти трехмерные доктрины о «достаточно хорошем» начали исчезать. Когда вы являетесь жизненной силой внутри тела, которое вы носите, ваше сознание значительно расширяется за пределы физических ограничений, стремясь к сейчас вашего существа. Тот голос, который вы всегда слышали внутри вашего сердца – это вы. То высшее существо, о котором вы мечтали – это вы. Цель, которая была недостижимой в вашей физической версии самого себя, сейчас резонирует с сердцем и разумом вашего более высокомерного существа. Однажды, придя к пониманию этого, вы больше не будете сомневаться и заботиться о том, что подумают они. Вместо этого вам важнее то, что вы думаете, делаете, имеете и во что вы верите. Вы начинаете воспринимать других как свет сознания внутри трехмерного матрикса их человеческой формы. Более того, человеческая форма не лучше, чем форма животного или растения. Как только вы понимаете, что вы не являетесь вашим телом, что вы просто надели на себя свое тело для того, чтобы вы смогли принять участие в трехмерной игре, другие люди также будут видны вам, как сознание, надевшее форму. Вы еще помните то время, когда вы знали только о вашей трехмерной форме и не подозревали о существовании сознания, которое эту форму оживляет? Ваша старая перспектива была по большей части похожа на древние верования о том, что Земля является центром Вселенной и что Солнце вращается вокруг нее. Сейчас вы смотрите назад и думаете, как же они вообще могли поверить в то, что Солнце вкрутится вокруг Земли? То вам не нужно отвечать на этот вопрос, так же как нет никакой причины усложнять вашу собственную жизнь, пытаясь обучить или изменить тех, кто не готов знать. Тем не менее, больше и больше людей «да» хотят знать. Ваше «я» выделит их истинное «я», поскольку ваше восприятие расширилось. По причине нашего совместного сознания вы будете знать, что они носят на себе земной костюм. И тогда вы сможете поделиться с каждым о том, как вы в первый раз расширили ваши ощущения в четырехмерное астральное тело. Вы также можете поделиться сейчас опытом того, как вы начали ощущать себя пятимерным телом Света. Осознанное восприятие вашего пятимерного тела Света изначально испытывается через ваше гамма-сознание. И самым серьезным вызовом для вас будет помнить этот опыт в вашей повседневной ежедневной жизни. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам немедленно задокументировать этот опыт. Так что, если вы начали эти медитации с компаньоном, который может задавать вам вопросы о вашем опыте, это поможет вам рассказать о том, что происходит. Рассказывая о вашем опыте, вы переносите его в ваше трехмерное сознание, формулируя слова. Тем же способом вы начинаете учиться помнить, как позволить гамма-сознанию взаимодействовать с вашей физической формой так, чтобы вы смогли это задокументировать. Вы запомните и поделитесь своими приключениями в более высокочастотной версии себя. Каждый раз, когда у вас будет новый опыт вхождения в гамма-сознание, вы уже будете более и более спокойно воспринимать концепцию того, что вы являетесь вашим световым телом, а ваша физическая форма – это ваша внешняя оболочка. Итак, вы продвинулись от веры в то, что вы являетесь просто физической формой, в веру в то, что вы являетесь четырехмерным сознанием, которое оживляет эту форму, в знание того, что вы являетесь многомерным сознанием, которое оживляет эту форму, в знание того, что вы являетесь пятимерным и более световым телом, которое ожидает активации внутри вашего спинного мозга к испытанию ощущения, которое можно определить, как быть своим световым телом. Когда вы испытываете опыт бытия в своем световом теле, вы должны обеспечить безопасность своему земному сосуду. Вам также поможет, если кто-то будет помогать заземлять ваше световое тело, задавая вопросы о вашем опыте и документируя их. Вы также можете записывать ваш опыт. Помните, что с вашими первыми приключениями в световом теле основным вызовом для вас будет оставаться внутри этого опыта. Сомнения или страх опустят ваше сознание в более низкие мозговые волны. Более низкочастотные мозговые волны. С другой стороны, безусловная любовь и сострадание ко всему живому помогут вам оставаться в гамма-состоянии сознания. И снова мы просим вас попросить кого-то быть вашей заземляющей силой. Этот человек может также задавать вам вопросы по поводу вашего опыта так, чтобы вы имели напоминание о том, как это чувствовалось, и что вы испытывали во время путешествия в более высокие реальности. Да, только тета-волны сознания позволяют вам путешествовать в реальности выше четвертого измерения. И дельта-волны сознания помещает ваше восприятие себя вне вашего физического тела, в то время как гамма-сознание активирует ваше световое тело, также известное как Меркава. Ваша Меркава – это колесница Господа. Внутри вашего сейчас боги не находятся далеко от вас в раю или в какой-то другой реальности. Все вы являетесь богами внутри вашего гамма-волнового сознания. Сейчас эта информация подавляется силами управления над другими. Если бы так называемые избранные человечества знали бы об истинной силе внутри себя, то внешние силы воздействия на других были бы им уже не нужны. Фактически, эти самые группы власти над другими, также известные как Каббала, Иллюминати и многие другие имена, которые мы не будем раскрывать в этом сейчас, проиграли свою окончательную битву за полный контроль над силами Гаи. Как вы, наверное, уже знаете, они прошли очень долгий путь через все эти годы эпохи Кали-Юги, которая является конечным циклом и самым темным часом перед рассветом. Этот рассвет просыпается сейчас, но многие все еще находятся в иллюзии полярности и доминирования внешних сил. Итак, дорогие мои, которые добровольно вошли в данную инкарнацию, чтобы помочь в пробуждении человечности и излечении Гаи, мы снова просим вас, пожалуйста, выходите. Выходите наружу оттуда, где бы вы ни находились, где бы вы ни были. Вы больше не должны играть в прятки с вашим собственным Высшим Я. Сейчас время быть самим собой, вашим Высшим Я в вашей ежедневной жизни. У вас будут дни, в которые вы будете чувствовать так, как будто вы летите через вашу жизнь. И будут другие дни, в течение которых вы будете чувствовать себя, как будто вы продираетесь через грязь. Ясное дело, вы сможете поддерживать более высокое состояние сознания, когда вы летите. И, скорее всего, упадете в бета-волновое сознание, когда вы будете продираться через грязь. Американские горки в вашей жизни в третьем измерении постепенно подходят к своему концу. Вы веселитесь, когда поднимаетесь вверх, и вам страшно, когда вы падаете вниз. Но американские горки уходят в прошлое, так же, как и весь трехмерный парк развлечений. Этот парк развлечений, в кавычках, был заражен темнотой давным-давно. В последние дни Атлантиды И с того времени темнота росла, создавая мириады войн, в которых обе стороны обеспечивались теми же самыми темными силами для единственной цели – наполнения собственных карманов. И поскольку это поведение значительно усилилось в течение последних двух тысяч лет, Гая начала величайшее воздействие на свое здоровье и благополучие. Когда планета стала настолько израненной людьми, которые ее занимают, фактически относительно маленькой группой таких людей, ваша галактическая семья получила разрешение от высших сил помочь планете и человечеству тем, которые примут нашу безусловную любовь и многомерный свет. Поскольку человечество «да» выбирает принять наш свет и любовь, мы не нарушаем закон свободной воли Гаи. Изначально всего несколько человек могли слышать, что мы их зовем. Дальше многие из вас решили имплантировать эссенцию вашего высшего выражения себя в человеческую форму и приняли назначение помочь Гае. Это было необычайно тяжело для наших добровольцев, которые начали процесс после окончания Второй мировой войны. Эти первые добровольцы должны были держать в секрете свое истинное Я. Многие из тех, которые не удержали секрет, были повреждены или убиты. Тем не менее, в течение трехмерного времени те, кто выжил, смогли помочь другим проснуться и объединиться с высшим выражением себя. Сейчас вы начинаете открывать и входить в ваш собственный арктурианский коридор Вознесения. Вход в этот коридор и его изучение происходит через ваше собственное гамма-сознание. Пожалуйста, помните, что то, что вас удерживает в гамма-сознании и позволяет получить его снова и снова, это сила безусловной любви и сострадания ко всему живому. В нашей следующей публикации мы предлагаем запись нашего канала с гамма-волновым сознанием. Пожалуйста, помните, что восприятие является созиданием. Таким образом, в каждое ваше новое путешествие в Пятое измерение вы будете чувствовать, что у вашего сознания все лучше и лучше получается распознавать его и ориентироваться в нем. Также каждый из вас может испытывать очень разные опыты, поскольку каждый из вас будет выбирать разные области восприятия. Таким образом, вы будете создавать миллиарды разных версий пятимерной новой Земли. Мы напоминаем вам снова, что вы являетесь созидателем вашей реальности. Каждый раз, когда вы осознанно путешествуете, вы и через более высокие измерения, каждый из вас будет получать свой собственный кусочек пазла жизни в Пятом измерении и за ним. Когда вы вернетесь в вашу физическую реальность, вы выложите эти куски пазла, которые вы собрали в вашем межмерном путешествии в планетарный пазл, возносящийся Гай. Наиболее важно всегда помнить, что вы уже вознесены в более высоко мерных выражениях своего собственного многоверного Я. Вы не взяли тело для того, чтобы продвигать ваш духовный рост. Дни индивидуальных, персональных, личных, духовных лидеров и святых закончились с окончанием эпохи рыб. Мы благодарим вас за то, что вы помните. Помнить очень важно, жизненно важно, чтобы вы смогли оставаться чистыми от зажимов вашего трехмерного эго. Любите ваше эго безусловно и поместите свое многомерное Я в кресло водителя вашей миссии на землю. Сейчас мы опубликуем пятимерные путешествия. Пожалуйста, помните, что каждый из вас будет воспринимать то, что связано с его собственной причиной инкарнации. И тогда вы сможете добавить ваш собственный, индивидуальный кусок пазла к единому пазлу планетарного вознесения. Мы посылаем вам всем безусловную любовь и безусловные поздравления арктурианцы, плеядеанцы и другие члены Галактической Федерации Света. Продолжение следует...